Космос. Земля. Земля – это планета, на которой мы живем. Уникальность Земли в том, что на ней существует жизнь. Нигде больше во Вселенной следов жизни до сих пор не обнаружено. Звезда. Звезда – это огромный горячий светящийся газовый шар. В основном звезды состоят из водорода, который взаимодействует с другими химическими веществами, при этом выделяется огромное количество энергии. Благодаря этой энергии звезды светятся. Созвездия. Созвездия – это участки звездного неба, которые носят имена мифических героев, животных или предметов, на которых они похожи. Самые известные созвездия – большая медведица на рисунке, малая медведица – дракон, рысь, жираф, цефей, кассиопея и 12 созвездий зодиака, овен, телец, близнецы, рак, лев, дева, весы, скорпион, стрелец, козерог, водолей и рыбы. Солнце. Солнце – самая близкая к нам звезда. Благодаря солнечному свету и теплу на нашей планете существует жизнь. Вокруг Солнца вращаются планеты нашей Солнечной системы, включая Землю. Путь вращения планеты называется орбитой. Луна. Луна – естественный спутник Земли. Она в четыре раза меньше нашей планеты и вращается вокруг нее. Фаза Луны. В течение месяца Луна меняется, то становится совсем невидимой. Фаза новолуния – то превращается в круг, наступает полнолуния. Это происходит потому, что при освещении Солнцем мы чаще всего можем видеть лишь отдельную часть Луны. Затмение. Затмение происходит либо когда Земля попадает в тень, отбрасываемую Луной – солнечное затмение, как на рисунке, либо когда Луна попадает в тень Земли – лунное затмение. Каждый год мы можем наблюдать не более семи затмений. Комета. Кометы – это тела Солнечной системы, которые двигаются вокруг Солнца по очень вытянутым орбитам. Когда комета находится далеко от Солнца, она выглядит как слабо светящаяся пятнышка овальной формы, но когда она приближается к Солнцу, у нее появляется голова и светящийся хвост. Мы можем увидеть комету и ее светящийся хвост в небе всего несколько раз в столетие. Метеорит. Метеорит – это каменистое или железное тело, попадающее на Землю из межпланетного пространства. Иногда мы можем наблюдать метеоритные дожди, появление на ночном небе множества падающих метеоритов. Астероид. Астероиды – малые планеты. Это тела Солнечной системы с диаметром от 1 до 1000 километров. Орбиты большинства астероидов находятся между Марсом и Юпитером. Самые известные из них – Церера, Паллада, Юнона и Веста. Галактика. Вселенная состоит из галактик, огромных звездных островов в виде спиралей, эллипсов или других форм. Млечный путь. Млечный путь – так называется галактика, в которой находится наша Солнечная система и многие другие звездные системы. Туманности. Туманность – это светящееся облако разреженных газов и пыли внутри галактики. Северное сияние. Северное сияние – это быстро меняющееся свечение отдельных участков ночного неба. Оно происходит из-за свечения разреженных слоев воздуха на расстоянии от 90 до 1000 километров от Земли. Бинокль и телескоп. Для внимательного изучения звездного неба можно использовать бинокль или телескоп. Они увеличивают небесные объекты в несколько раз, что позволяет лучше разглядеть звезды и созвездия. Обсерватория. На огромном экране, имеющем форму полусферического купола, получают изображение звездного неба. В обсерватории можно увидеть движения Солнца, Луны, планет, астероидов и комет, а также затмения, полярные сияния и другие небесные явления. Ракета. Ракета – это летательный аппарат, с помощью которого человек получил возможность побывать в космосе, на Луне и выводить на околоземную орбиту спутники и космические станции. На фотографии мы видим старт ракеты. Космонавт. Космонавт – это человек, который отправляется в открытый космос на ракете для проведения разных экспериментов. Первый космонавт, побывавший в космосе в 1961 году, Юрий Гагарин. В космосе нет силы земного притяжения, поэтому предметы часто находятся в невесомости и движутся беспорядочно, а космонавты могут летать и даже быть в положении вверх ногами. Спутник. В 1957 году на околоземную орбиту был запущен первый искусственный спутник. Спутники постоянно двигаются вокруг Земли и позволяют наблюдать, что происходит в космическом пространстве и на нашей планете. Планеты Солнечной системы. Вокруг Солнца вращаются девять планет. Меркурий, Венера, Марс, Земля, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун, Уран, Нептун, Плутон, Уран, Нептун, Плутон.